Доклад Антонеллы 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 в школы, поскольку ездить по регионам было очень трудно, а здесь мало того, что маленький регион, но еще и сама встреча проходила в конференц-зале Центробанка, потому что жители Пскова знают, что это база Центрального банка России, в Кривске построена еще фактически в советское время для приема важных гостей, и негде было больше проводить конференцию, это вот сейчас мы можем находиться в зале простоя, и еще в Пскове есть 5-6-10 залов, где можно провести такую встречу, а тогда зал было не найти, и нашли только в Кривске, и никто не задавал вопросов, кто едет. Отлично едет Даниэль Таршис, это же звездное событие для политической истории России и Европы. Что у нас 22 года спустя? Московская школа политических исследований ликвидирована как иностранный агент, большинство участников в той конференции не участвуют в политике никаким образом. А представить себе сейчас общее совещание, конференцию с вашим участием и того блока администрации Псковской области, который считает, что он отвечает за местное самоуправление, физически невозможно. Эти люди заняты совсем другими задачами, и вопрос европейского контекста не стоит вообще. Вот в апреле 1996 года был семинар с участием господина Таршиса, а буквально через несколько месяцев были губернаторские выборы Псковской области. И тогдашний губернатор, вполне европейски ориентированный человек, Владислав Туманов, сейчас он крупный руководитель в системе арбитражных судов Псковской области. Он после того, когда расстался с политикой, перешел в систему президентской администрации, потом вернулся к своей профессии и сейчас занимается одним из межрегиональных арбитражных судов. Так вот, он проиграл тогда выборы во многом потому, что часть глав районов влиятельных политиков его не поддержала. Им не нравилась его политика, они не воспринимали его как руководителя региона, поддержали других участников избирательной кампании 1996 года. И состоялись выборы в два тура, когда в первом туре Туманов выиграл, но не хватило голосов. Во втором туре он проиграл. И вот эта атмосфера дискуссии, она была совершенно естественной. Ни у кого не вызывало сомнений, в какую сторону пойдет страна. Все обсуждали общее европейское будущее. Заметьте, это был 1996 год. Это было три года спустя после очень серьезных и в основном трагических событий 1993 года, когда в России сменился по сути государственный строй. Вот сейчас об этом вспоминают совсем немного, но в этом зале есть люди, кто помнит об этом лично, потому что мы жили в то время и есть те, кто, надеюсь, этим интересовался. Ведь после первых постсоветских реформ, когда еще действовала Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, адаптированная к постсоветскому законодательству, Россия была парламентской демократией. Это длилось ровно три года. С 1991 по 1993 год. Ну там не три полных как раз, три неполных, но тем не менее. Около трех лет. И вот та стезя, по которой наша страна пошла первые 90-е годы, даже на фоне чудовищных совершенно по содержанию, разрушительных и в экономическом, и в социальном, и в общественном, и в политическом плане реформ общероссийских, стратегически этот путь был верен, потому что строительство на месте Советского Союза парламентской демократии, или лучше сказать демократии парламентского типа, это было естественно для крупной федеративной страны, которая должна была искать баланс интересов между территориями и между федеральным центром и территориями. Затем были насильственные события 1993 года, появилась другая конституция, и это была конституция президентской республики, плодами которой мы сейчас пользуемся в полной мере. Если говорить о роли местного самоуправления, то роль местного самоуправления по конституции парламентской республики и по конституции президентской республики совершенно отличается. Но даже Если представить себе, что в нашей стране существует так, как написана реальная президентская республика, то местное самоуправление занимало бы сейчас совершенно другие позиции, оказывало совершенно другое влияние на всю жизнь в стране. То, что произошло после 1993 года, мы получили начало той самой вертикали власти, которая сейчас, трудно сказать, в максимально ли полной, потому что никогда нет предела совершенству. Путин тоже является самосовершенствующейся системой, мы никогда не знаем, что будет завтра и даже через час. Но, тем не менее, 1993 год означало той вертикали власти, которая сейчас в полной мере развита, и она задавила местное самоуправление, как институт, который для нее органически неприемлем. Что должно быть на самом деле? На самом деле, местное самоуправление, органы местного самоуправления должны формировать государственную власть. Если мы исходим из того, что единственным суверенным властью является народ, как записано в нашей Конституции, то вот эти вот гжас-жуц, местное самоуправление, трава, растущая снизу, это основа всей государственной жизни. Самые успешные государственные политики в Европе, в первую очередь, но не только в Европе. Мы это видим сейчас по Южной Америке, где происходят трудные политические события, но самые эффективные политические лидеры вырастают от местного самоуправления. Они лучше всего знают условия жизни людей, они лучше всего понимают, как устроена жизнь на местном уровне, и тогда они оказываются в состоянии руководить глобальными процессами от региональных до национальных и даже наднациональных, если говорить о организациях международных. И мы оказались, наша страна оказалась в системном органическом противоречии. У нас есть институт местного самоуправления, который по своей идеологии противоречит практике государственного управления Российской Федерации. Если представить себе, что мы читаем Конституцию буквально, вот в самом конце своего выступления, я перечитаю Конституцию и прокомментирую. На самом деле мы увидим, насколько далеко практика государственного управления в нашей стране отошла от тех институтов, какие на самом деле прописаны, в первую очередь в Конституции. Что является основой местного самоуправления? Основой местного самоуправления является человеческий потенциал. Ни на одном другом уровне власти не может потенциал людей, потенциал местных сообществ, потенциал каждого конкретного человека проявиться в такой значительной степени, как на уровне местного самоуправления. Собственно говоря, местное самоуправление для этого и создано, потому что у него есть одна отличительная особенность. В отличие от органов государственной власти, местное самоуправление держится на прямой коммуникации между людьми. Это всегда отношения людей, которые знают друг друга и могут посмотреть друг другу в глазах. Вот есть такой термин – местное сообщество. А вот, допустим, давайте представим себе региональное сообщество. Это что? Это уже что-то другое. Потому что представить себе, что даже в таком небольшом регионе, как Псковская область, где живет примерно, по данным статистики, 638-639 тысяч человек, что в таком сообществе люди имеют возможность личной коммуникации друг с другом невозможно. На уровне местного самоуправления, даже такого крупного для нашего региона города, как Псков, где живет свыше 200 тысяч человек, даже здесь мы можем общаться глаза в глаза, потому что мы ходим по одним и тем же улицам. И я думаю, что примерно треть жителей Пскова так или иначе общались между собой лично. Мы получили ситуацию, в которой главным оппонентом сформированной в России государственной власти стал человеческий потенциал. То есть именно на институтах местного самоуправления видно, насколько жестко, насколько ультимативно действующая практика государственной власти подавляет человеческий потенциал, не дает ему самореализоваться. И здесь очень важный вопрос – это вопрос кадровой политики. Ну, наверное, ленивый в нашей стране не вспоминает слова одного классика вампира о том, что кадры решают все. Но это действительно, сама по себе эта мысль, безотносительно к тому, кем и в каком контексте даже она была озвучена. Формирование кадров, выращивание кадров – это одна из ведущих задач местного самоуправления. Притом идет речь не о чиновниках местной исполнительной власти, идет речь именно о представительских институтах, о депутатских собраниях, городских думах, районных собраниях, депутатских собраниях городских и сельских поселений. Это и есть школа самоуправления. И эта школа самоуправления вступила в прямое противоречие с практикой государственного строительства в нашей стране. Я сейчас подхожу к той теме, которая была сегодня заявлена, когда организаторы предложили мне выступить на конференции. Я пытался для себя сформулировать то, о чем я хотел бы сказать. И вот я пришел к тому, что нужно говорить напрямую на тему местного самоуправления и политика, возможности и препятствия. То есть мы должны, безусловно, сравнивать потенциал местного самоуправления с той реальной практикой, которую мы сейчас переживаем все. И эта практика сегодня является страницей неперевернутой. Там не поставлена точка. Нет понимания, нет ясности всех тех версий и вариантов, по которым дальше может пойти развитие. Совершенно очевидно, что местное самоуправление является одним из естественных политических институтов. И вот эта его естественность базируется на живой и непосредственной связи с людьми. Вы упомянули сегодня, уважаемый Антонелло, о важнейшем правовом документе, о европейской хартии местного самоуправления. Я как политика и действующий депутат могу сказать с полным пониманием смысла, что только этот европейский правовой акт, ратифицированный Россией в те самые годы, когда мы обсуждали с Европой наше общее европейское будущее, не позволил в течение последних почти уже 20 лет ликвидировать местное самоуправление в России как институт. Это единственный правовой документ, который не смогли перешагнуть специалисты по уничтожению местного самоуправления в России, потому что открыто и публично порвать Советом Европы они не готовы. Я знаю многих людей, кто занимался в России местным самоуправлением, в том числе готовил проекты федеральных законов, начиная с начала 90-х, когда вопрос стоял о том, как поделить деньги, которых нет, как передать естественные полномочия местному самоуправлению и обеспечить финансирование муниципальных мандатов. Тогда реально при первом и втором издании закона местного самоуправления решалась эта задача, а потом стала решаться совершенно другая задача, как ограничить местное самоуправление, как избежать возможности для местного самоуправления влиять на государственную повестку дня, как на уровне регионов, так и на уровне всей страны, как избавиться от выборности должностных лиц местного самоуправления, как сделать так, чтобы они были, но не выбирались, потому что у нас же может народ ошибиться, вот пойдет на выборы и проголосует не как надо, что тогда будет. И вот это изменение повестки дня, оно привело к тому, что в течение уже 15 лет высшие государственные чиновники в России, включая администрацию президента, правительство Российской Федерации, Государственные Думы, изощряются, как им, не отменяя ратификацию Европейской Конвенции о защите местного самоуправления, справятся с местным самоуправлением в России. Это стало реальной государственной повесткой дня. Они же все любят ездить в Страсбург, в Брюссель, в Париж. Они хотят выйти там от трибуны и сказать «we have local government too». Ну, им же приятно ездить по таким местам и показывать себя людьми, которые занимаются чем-то приличным. Потому что местное самоуправление – это, конечно, приличная повестка дня. И вместе с тем вот этот системный конфликт между сложившейся государственной практикой и естественными природными возможностями местного самоуправления, он сейчас является главным в России. И именно из-за этого ключевым словом в оценке политических институтов в нашей стране, при том всех политических институтов, стало слово «имитация». Мы пришли к имитации местного самоуправления, имитации выборов, имитации свободы прессы, имитации гражданского общества и, собственно, имитации самой государственной власти. Потому что государственная власть – это делегирование полномочий от граждан, политическим лидерам, через свободные, честные, законные выборы. И эта имитация стала всеобъемлющей. Именно из-за того, что институты имитированы, мы не можем пользоваться возможностями, благами этих институтов. На самом деле, институт местного самоуправления в ситуации имитации всех демократических институтов и в ситуации вертикали власти не может быть полноценным. Он не может раскрыться, он не дает возможности людям стать собой, тем, кем они хотели бы быть. Из этого следует еще одна важная ситуация. Реальные общественные лидеры, депутаты, избирающиеся именно как представители граждан, а не представители правящей партии и не представители государственной власти, эти люди изначально, и в момент своего избрания, и в момент своей деятельности как депутаты, они оказываются в ситуации противостояния. А противостояние местного самоуправления и государственной власти, если речь не идет о выработке политики, отношений межбюджетных, отношений по разделению полномочий, отношений по выработке региональной и муниципальной повестки дня, если идет речь о подчинении местного самоуправления и соответственно интересов людей правящей партии и органам государственной власти, то это противостояние уничтожает содержательную и созидательную повестку дня. Чем заняты сегодня независимые от властей депутаты местного самоуправления в нашей стране, когда они отстаивают интересы людей? Они борются с органами государственной власти. Это не поиск взаимопонимания, это не поиск сотрудничества, это не поиск компромиссов, это борьба. Вот несколько наших депутатов районных собраний, Софья Олеговна, Светлана Васильевна, Дмитрий здесь присутствует, и все, что делают депутаты, избранные неподконтрольно от действующих властей, от правящего большинства, они борются за права своих избирателей не в поиске компромисса и взаимопонимания, это в чистом виде отстаивания интересов через прямой конфликт. И вот этот конфликт, он на самом деле тоже уничтожает местное самоуправление, потому что местному самоуправлению изначально свойственна позитивная повестка дня. Там минимизирована политическая борьба. Вот у нас есть депутат в одном из маленьких районов Псковской области, самых маленьких, все присутствующие из Пскова знают, Красногородский район, окраина Псковской области, там несколько тысяч, по сути дела, избирателей. И вот наш депутат, учитель рассказывает, вы понимаете, вот у нас 15 человек в собрании депутатов района, и две трети связаны родственными отношениями. То есть двоюродные, троюродные племянники, то есть люди сидят, которые выросли в одних классах, в детстве игрались в одной и той же песочнице. Там хоть какую устраиваю политическую борьбу, ее не будет как политической борьбы, просто эти люди живут, можно сказать, в одном дворе. Но как только начинается реализация государственной политики по отношению к людям, их раскалывает абсолютно. И из 15 человек возвысить голос в защиту людей могут сегодня только два человека. И все. Все остальные выполняют политическое задание, тоже будучи избранными представителями граждан. Соответственно, вместо того, чтобы местное самоуправление было школой политической самореализации людей и самоорганизации, мы получаем ситуацию, когда местное самоуправление является школой политической борьбы. То есть независимый депутат местного самоуправления – это боец, это без пяти минут враг режима. Это очень сильно на самом деле разрушает сам институт местного самоуправления, потому что бороться-то с режимом можно и без местного самоуправления. Даже легче без местного самоуправления, потому что у депутата много ограничений. Мы представители, избиратели, мы действуем по регламенту, у нас все написано. Сегодня первое, завтра второе, потом полдник, потом тихий час. И с этим регламентом ничего не сделаешь. Мы должны действовать по правилам, потому что демократия – это правило, демократия – это процедура. И вот я сейчас в завершении выступления хочу сделать то, что в моем понимании сегодня нужно делать. Я хочу перечитать Конституцию и прокомментировать. Знаете, обычно Конституцию комментируют доктора юридических наук, специалисты по конституционному праву. У нас издано несколько сотен монографий в нашей стране с глубокими комментариями к Конституции, а я прокомментирую как практика. Ключевой статьей Конституции о правах и статусе местного самоуправления является 12-я статья. Я ее прочитаю полностью. В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Если вот собрать всех муниципалов в этом зале и прочитать на 12-ю статью Конституции, в зале будет нервный смех. Потому что каждое из этих предложений ярко противоречит той политической практике, реальной, которая сложилась в нашей стране. Вот это вот особенно последние органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Кстати, все попытки через Конституционный суд доказать неконституционность федеральных законов, которые напрямую предоставили органам государственной власти регионов права вмешиваться в местное самоуправление, все были неуспешны. Конституционный суд России обосновал вмешательство органов государственной власти в деятельность органов местного самоуправления вплоть до определения структуры. И еще несколько комментариев, собственно говоря, по тем статьям, которые входят в знаменитую, состоящую всего из четырех статей, восьмую главу Конституции о местном самоуправлении. Статья 130. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования, распоряжения, муниципальной собственности. Здесь ключевое словосочетание – самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Это самостоятельное сегодня настолько ограничено, что вопрос, в принципе, решение этих вопросов населением можно поставить под вопрос. Люди могут собрать любое количество подписей, заявить любую позицию под петицией, принести ее в представительный орган местного самоуправления. Но в силу тех или иных ситуаций у правящей партии или органов государственной власти будет другая оценка действий в этом вопросе. И несмотря на то, что это пришли их избиратели, это могут быть сотни и тысячи людей, решение будет принято в рамках единой государственной политики, без оценки, является ли она положительной или негативной. Но решение будет принято именно такое, потому что осуществление самими людьми самоуправления фактически ликвидировано. 131-я статья, одно из положений этой статьи. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Вот у нас в Псковской области, мы на самом деле очень демократическая территория. У нас 26 муниципалитетов второго уровня, два города, Псков и Великие Луки, и 24 муниципальных района. У нас прямые выборы глав муниципальных районов. Жители других регионов России удивляются, как такой разгул демократии мог быть допущен. Но допустили, случилось такое. А в Пскове и Великих Луках нет прямых выборов мэра, потому что это ресурсные города, у них значительный бюджет, у них довольно-таки информационно насыщенные жители, то есть люди, имеющие доступ самостоятельный, не подконтрольный через интернет в том числе к информации. У них выше уровень благосостояния, то есть будучи экономически более самостоятельными, они готовы принимать более самостоятельные политические решения. Я дважды выносил в областное собрание проект закона о прямых выборах мэра Пскова и Великих Луках. Когда в 2014 году принимался закон о структуре, я вносил об этом отдельную поправку. И тогда мы собрали за нее 16 голосов. Сейчас это в Псковском областном собрании невозможно. Потому что вся оппозиция любого цвета, полосатая, клетчатая, в горошек, это 11 человек из 44, и все. А тогда можно было собрать 16, и даже сейчас Единая Россия голосовала за. Я дважды вносил проект закона, и сейчас несу третий раз, потому что каждые полгода можно это делать. Я буду это делать каждые полгода. Пусть они каждые полгода отвечают на этот законопроект. Но при этом это областным законом определяется структура органов местного самоуправления. Не уставом города или района, а областным законом. И есть определение Конституционного суда, которое признало эту практику законной. И выше определение Конституционного суда, которое единственное толкует Конституцию, ничего не может быть. Еще один важный момент, исключительно важный. Это определение границ местного самоуправления. Вот здесь есть Софья Пугачёва из Новорожевского района. Мы как с ней познакомились? Наш депутат районного собрания, лидер списка. Мы защищали Вихнянскую область, где она живёт. Была чума укропнения сельских поселений Псковской области, она длилась два года, и две области, находящиеся по разную сторону трассы, решили объединить в одну. Мы ввязались в несколько таких конфликтов. Мы поддержали жителей в судах, то есть наши представители отстаивали интересы граждан. Это было в Новорожевском районе, это было в Палкинском районе, это было в Печорском районе. Мы проиграли все суды, мы дошли до Верховного суда России. У нас практика Верховного суда. И вот положение Конституции о том, что изменение границ территории, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учётом мнения населения соответствующих территорий, было признано судами. Учёт мнения заключается в том, что я вас послушал и сделал, как хочу. Вы высказали ваше мнение, я его учёл и поступил ровно наоборот. И все суды, областной суд в двух инстанциях, Верховный суд признали, что учёт мнения населения заключается только в одном, что люди могут высказаться, но они не могут определить и решить ничего в этом вопросе. И таким образом в Псковской области в течение последних лет было уничтожено свыше 50 муниципалитетов, сельских муниципалитетов. И так называемая заведённая в закон о местном самоуправлении пешеходная доступность, которая всегда была критерием развитого местного самоуправления, она ликвидирована, потому что даже автомобильная доступность, ввиду отсутствия общественного транспорта, не обеспечена при действующем положении дела. И это очень важно, потому что это определяет отношение людей к местному самоуправлению. Люди перестают верить в институты, люди перестают желать пользоваться институтами, если эти институты, политические институты, государственные институты не работают на людей. Людей исчезает мотив участия. На самом деле это очень губительные процессы для государства. Если говорить о квинтэссенции этих процессов, это разрушение государства изнутри. Потому что когда разрушается местное самоуправление как основа государства, то государство повисает в воздухе. Это надстройка. Как не оценивать органы региональной власти, органы федеральной власти? Это надстройка. Если она не держится на сильном, эффективном местном самоуправлении, это неустойчиво. Я 8 лет подряд повторяю в областном собрании, по сути дела, одну и ту же цифру. У нас есть консолидированный бюджет в Сковской области, куда входит бюджет собственно областной. И все бюджеты местного самоуправления всех уровней. Все сельские, городские поселения, все городские округа, все муниципальные районы. В сумме все муниципальные бюджеты Псковской области сегодня составляют в консолидированном бюджете Псковской области 16,35. То есть все деньги, которые тратятся на жизнеобеспечение 640 тысяч людей, непосредственные по месту их жительства, это 16 с небольшим процентом от всего областного бюджета. При таком положении местное самоуправление утрачивается как институт. Потому что если местное самоуправление не может обеспечивать жителей так называемыми муниципальными услугами выполнять свою работу, оно выхолощивается. У него нет предмета для деятельности. Ну и собственно самое последнее. Что делать? Что делать в той ситуации, когда институты местного самоуправления подчинены и полностью подконтрольны органам государственной власти и органам политической власти? Когда приход любого независимого человека в органы местного самоуправления, особенно во главе исполнительной власти, там где есть прямые выборы глав муниципалитетов, воспринимается властями как покушение на власть. Как просто покушение на власть. И фактически демократическим путем избранные депутаты в органах местного самоуправления, вне зависимости от того, прошли ли они, допустим, от яблока, как самовыдвиженцы, как депутаты от других партий, они воспринимаются как политическая оппозиция. Не как представители граждан, а как политическая оппозиция. То есть сила, угрожающая действующей власти. Что в этой ситуации делать? В политике есть всего три способа действия. По сути дела, вся политика, вот такая глобальная, входит на уровне всего земного шара. Это всего три действия. Первый вид действий – это представительство. Это представляет интересы тех, кто за тебя проголосовал. Второй вид деятельности – это влияние. Когда ты не можешь решать, но ты влияешь своей позицией, озвучиванием этой позиции, давлением, которое ты можешь оказать. И третье, собственно, это власть. Целью политики является власть. Целью любых выборов является взятие власти. Мы сейчас находимся в том положении, когда демократические политики в нашей стране могут с большими усилиями, очень большими усилиями выполнять функцию представительства. Во многих случаях при очень существенных человеческих, интеллектуальных, политических затратах могут влиять. И мы с большим трудом можем бороться за власть, потому что все государственные институты борьбы за власть имитированы. Целью выборов в нашей стране стало сохранение власти действующей властью, а не смена власти. То есть выборы превратились в инверсию. Черное стало белым, белое стало черным. Цель выборов – это сохранить власть, а не сменить ее. Поэтому наша задача, наша работа должны быть сфокусированы на том, чтобы представительствовать максимально качественно, влиять максимально сильно и с помощью этого получать власть. Спасибо. Если есть вопросы, я готов поучаствовать в дискуссии. Дмитрий Нечпорок, депутат Невелеского районного собрания от Яблока. Кандидат исторических наук. Он сейчас будет оспаривать. Дим, можете взять микрофон? Их тут два. Если он работает, я надеюсь, что он работает. Я думаю, что надо включить. Я хотел бы оспорить один тезис с тем, чтобы подискутировать. То, что произошло совсем в заключении вашей замечательной речи. Тезис о том, что целью любых выборов является победа. Борьба за власть. Борьба за власть. Борьба за власть. Хорошо. Это очень рядом. Борьба за власть. Дело в том, что политика это в том числе продвижение каких-то новых идей и новых ценностей. В том числе на территории, в странах, где избиратель, сообщество, люди не имеют представления об этом. И политику важно не только, таким образом получается, бороться за власть, но и на выборах, когда он впервые выходит с озвучиванием своей этой позиции новой для населения. Например, чтобы было понятнее, например, гендерные вопросы в России. Выходить с этим трудно, тяжело и опасно, скажем, для результата как минимум. И таким образом получается, что вот эта формулировка «борьба за власть» она не точна, потому что в условиях такой страны, как Россия, авторитарный, политически осталось с точки зрения современных европейских практик, или даже практик, которые есть в США. И тогда задача оппозиционного кандидата заключается в том, чтобы на выборах развернуть свою позицию, которая затем будет набирать своих сторонников. Вот как вы относитесь к такой точке зрения? Дмитрий удачно дополнил картину. То, что он сейчас сказал, имеет свое определение. Это называется просветительская деятельность. Просвещение. Это в чистом виде просвещение. Должны ли политики заниматься просвещением? Частично да. Частично да. Выход на выборы всегда предоставляет нам возможность высказаться и донести свою позицию до людей. Но дело заключается в том, что сама по себе просветительская деятельность может вестись вообще без политики. Особенность просветительской работы заключается в том, что она не имеет своей целью, в принципе, не имеет своей целью борьбу за политическую власть. Просветительская работа – это работа с обществом для того, чтобы общество было более просвещенным. Она косвенно влияет, безусловно, косвенно влияет на политические результаты. Но именно просвещением должны в первую очередь заниматься институты гражданского общества. Это и есть прямая задача институтов гражданского общества. Уничтоженная российским правительством Московская школа политических исследований сейчас – это несуществующее юридическое лицо, но действует оно под брендом «школа гражданского просвещения». И это абсолютно важная работа. Политик должен уделять внимание просвещению. И могу вам сказать, у меня есть, как у депутата, у каждого депутата, а здесь все-таки присутствует целый ряд депутатов, очень важный вид деятельности, он называется «отчеты депутата перед избирателями». Он зафиксирован во всех законах. И когда я приезжаю с отчетом, с презентацией, показываю, что происходит в области, что происходит в конкретном районе, куда я приехал, отчитываюсь о наказах избирателей из этого района, то когда люди начинают задавать вопросы на понимание ситуации, да, какие-то вещи можно назвать просветительскими. Функцию просвещения должна выполнять пресса. Институт свободной прессы – это в первую очередь во многом просветительский институт. Я не хочу вот совсем спорить с Дмитрием в той части, что политика и просвещение несовместимы. Дмитрий, они совместимы. Это миссия, которую должны нести политики в ситуации непросвещенного общества при кризисе всех остальных институтов. При кризисе института СМИ, при кризисе институтов гражданского общества, при кризисе образования. Посмотрите, что происходит с Европейским университетом, что происходит со школы социальных и экономических наук Теодора Шанина. Это уничтожение ведь не просто уникальных по своей концепции и эффективных высших учебных заведений. Это уничтожение институтов гражданского общества также, когда вузы были центрами свободы, а не только центрами науки и образования. Поэтому отрицать то, что ты сказал, невозможно. Я просто считаю, что политик должен в первую очередь помнить, что тот, с кем он общается, это избиратель. Это избиратель. Это человек, который приходит на избирательный участок и принимает решение. Наверное, просвещение может быть частью нашей деятельности, как создание аудитории. Это особый вид деятельности. Он не связан с политикой как таковой. С точки зрения функциональных вещей, просвещение не связано с политикой. Оно с ней соприкасается и переплетается в ситуации, когда больше некому выступать просветителями. Тогда этим должны заниматься политики. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Еще вопросы? Но зато в микрофон лучше слышно, в том числе и мне. У нас в Апсковской области не только у нас будут скорые выборы. Обычно, даже если это выборы Государственной Думы, не объяснить, зачем на них ходить, потому что они прекрасно понимают, что она ничего не решает. А как им объяснить в условиях, когда местное самоправление не обладает бюджетом, который он распределяет, не может само провести какие-то решения, зачем вообще идти на эти выборы? Саша, ответ очень простой. Нет, нет. Я могу сказать. Давайте берем вот эти 16,3% и я вам рассказываю, из чего они состоят. Вот давайте сразу к деньгам. Бюджет города Пскова примерно 3,5 миллиарда рублей. Вот по моей оценке, как депутата областного собрания, примерно четверть этих денег, я очень скромен в оценках, то есть я щужу наше городское самоуправление, примерно четверть этих денег расходуется неэффективно. То есть почти миллиард рублей расходуется неэффективно в городе Пскове. Средний бюджет муниципального района Псковской области сегодня составляет 150 миллионов рублей. Если быть точным, от 110 до примерно 250. Есть уникальный Псковский район, у которого бюджет почти полмиллиарда за счет подоходного налога. И я не могу сказать вам, что избирателям муниципалитетов бессмысленно голосовать за людей, которые будут задавать вопросы, как тратятся деньги бюджета, потому что 45% собственных доходов в Псковской области – это подоходный налог. Вот каждый раз, когда я приезжаю отчитываться о работе депутата, я показываю всем избирателям, где бы эта встреча ни была – в сельской местности, в райцентре, в маленьком поселке. Я показываю структуру областного бюджета и показываю, видите, вот наши собственные доходы – 16 миллиардов рублей. Из них почти 8 миллиардов рублей – это подоходный налог, это ваши деньги. То есть вот сидит областное собрание депутатов, 44 бугая, расходуют деньги вашего подоходного налога. Вот сидят 25, прости господи, депутатов Псковской городской думы, они расходуют ваши деньги. Вот 15 депутатов районного собрания, где тоже существенная часть, а из собственных доходов – ключевая часть – это подоходный налог. И когда вы голосуете за ваших представителей, вы голосуете за тех, кто будет принимать решения, во всяком случае участвовать в принятии решений, как расходовать ваши деньги. То есть в ситуации отсутствия любых природных ресурсов, я имею в виду значимых, экономически и политически значимых, нефть, газ, золото, алмазы, список того, чего у нас нет, обширен. Отчасти по счастью, нам только нефти здесь не хватало и связанного с этим бизнеса. Но тем не менее, вы голосуете за тех, кто будет тратить ваши деньги, это очень серьезно. Второе. Самым эффективным сейчас инструментом депутата-миноритария, то есть депутата от демократической оппозиции, является институт депутатских запросов. Вот у нас здесь присутствуют депутаты, я не могу не только к своей практике апеллировать, у меня несколько сотен запросов ежегодно, в среднем в день я пишу один запрос. Общий процент коэффициента полезного действия такой, примерно 15% запросов год на год не приходится. Это полностью успешные запросы. То есть надо решить задачу, ты ее решаешь. Еще примерно 30%, это частичное решение проблемы. Это изменение какой-то ситуации, которая проблему не решает, но тем не менее, это некое решение на перспективу. Все остальное это неуспешно. Но при этом субъектами обращения являются прокуратура, органы государственной власти, органы местного самоуправления, следственные органы. Я пишу регулярно запросы, связанные с этими обстоятельствами. И избирателям далеко не все равно, когда человек написал запрос, ему ответили тремя предложениями, которые можно превратить в три слова. И другое дело, когда в ответ на запрос депутата уже пишут три листа и вынуждены отвечать по существу. Потому что если они ответят неполно, я же напишу дальше. То же самое Софья Олеговна, Светлана Романовна, Дмитрий пишут запросы свои, как депутаты районных собраний. И для их избирателей совершенно не все равно, когда Светлана Романовна выигрывает суд по нечестному тарифу, выигрывает суд. И после нее в городе Пустошка 600 человек, 600 получают деньги по той же самой схеме, потому что она выиграла суд и создала прецедент. Это совершенно реальные события. Совершенно. Людям нужно всегда объяснять. У вас может быть два органа представительной власти. Первое без ваших представителей и второе с вашим представителем. И, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Еще. Сейчас начнется внутрипартийная дискуссия. Это юмор. Коля, Коля, это юмор. Микрофон точно должен работать. Отлично. Вопрос следующий. Местное самоуправление, как Антонелло сказала, это не только депутаты, но еще те люди, которые активной политикой занимаются. Есть ли у нас в Псковской области какие-то организации, которые так или иначе влияют на мнение депутатов, не являются некой фикцией, чем-то искусственным? То, к чему, кому прислушиваются? Может быть, это молодежный парламент, но так как вы напрямую с ними работаете, есть ли такие органы? Реально. Чтобы быстро разделаться с молодежным парламентом, это такой политический детский сад при Псковском областном собрании депутатов. Мы, кстати говоря, каждые два года, каждую новую каденцию мы меняем представителя «Яблоко». Вот, каждые два года Александр был в течение двух лет представителем, был Артем Медведев, наш великолукский лидер, был сейчас Владимир Яковлев. И, в общем-то, это школа, это определенная школа. Но это не общественный институт как таковой. У молодежного парламента немного другие задачи. Вот таких посредников, как ассоциация местных властей, в Псковском обществе нет. У нас есть ассоциация глав местного самоуправления. Вот я, как участник ежегодной согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области, каждый раз вижу перед собой того или иного представителя ассоциации глав местного самоуправления Псковской области в бюджетном процессе. И каждый раз жду, когда же этот человек просто откроет рот и скажет, дорогие друзья, депутаты, представители администрации, там пять вице-губернаторов участвуют, мы не можем на эти деньги осуществлять наши полномочия. Мы не то что жить не можем, мы не можем исполнять свои конституционные полномочия. У нас нет половины примерно необходимых денег. Вот Юрий Артемонович Ильин, нынешний глава ассоциации глав местного самоуправления, глава Почетского района, сидит вот с нами за одним столом, тихо, молча, беззвучно, а эта ассоциация, между прочим, могла бы являться одним из институтов, которые вели бы прямое партнерство с ассоциацией европейского местного самоуправления, поддерживали бы обмен, напрямую поддерживали бы обмен, и в том числе обменивались опытом в бюджетном процессе, при всем отличии политических и бюджетных систем нашей страны и страны Европейского Союза. Я не вижу сейчас, к сожалению, институтов гражданского общества в Псковской области, которые были бы такими эффективными партнерами, именно институтов. Я вижу отдельные активные группы. Эти активные группы в сферах своей профессиональной активности пытаются влиять. Было время, была очень активная ассоциация многодетных родителей. Потом из-за разных обстоятельств ее активность сошла на нет. Сейчас есть несколько градозащитных организаций, которые, скажем так, в целом ведут политику в одну сторону, пытаются влиять на законодательное регулирование процесса охраны объектов культурного наследия. Это есть. Но сказать, что есть представительства гражданского общества в отношениях как с органами местного самоуправления, так и с органами государственной власти, этого, к сожалению, нет. И это общий кризис НКО в нашей стране. После того, когда любое взаимодействие организации с внешними партнерами, даже не только финансовое, а просто политический контакт, является основанием для признания организации иностранным агентом, когда нет возможности, даже развивая то же местное самоуправление, развивая здравоохранение, развивая защиту прав пациентов, вот Сулана Романовна является одним из лидеров Ассоциации пациентов ревмобольных, когда любое взаимодействие с нерезидентом может привести к признанию организации иностранным агентом вне зависимости от повестки дня и таким образом фактически ликвидации организации, эти институты уходят в подполье, ну фактически в подполье. Но есть одно спасительное дело. Есть Facebook, есть контакт, есть Telegram, Слава Дурову, и есть другие возможности социальной коммуникации. Сейчас сообщества в социальных сетях выполняют функцию, и это по городу Пскову очень четко видно. Даже созданные властями, такие группы, как «Контроль Псков», работают на гражданское общество. На защиту институтов культурного наследия работает сообщество «Защитим исторический Псков», которое мы создавали уже, не помню, 8 или 9 лет назад, в котором сейчас выше 2000 реальных участников, которые участвуют в этих дискуссиях. И вот эти интернет-сообщества – это протоорганизации. Если сейчас бы снять те юридические обременения, которым в принципе ограничена деятельность НКО в России, то многие из них легко и свободно трансформировались бы в некоммерческие организации и работали бы в сфере представительства интересов гражданского общества. Но сейчас для этого неблагоприятные условия. Поэтому есть политические партии, есть инициативные группы граждан, есть социальные сети, и есть выборы такие, какие они есть, где у каждого в любом случае существует возможность выразить свое мнение. Вот отсутствие институтов политических и имитация политических институтов, она неизбежно влечет за собой кризис институтов гражданства и общества. Это просто как сообщающиеся сосуды. Концептуальный вопрос. Великая Россия будущего – это прямая демократия или представительная, которую Антонелло предлагает, по вашему мнению? Николай, прямая демократия невозможна. Швейцария. Нет, секундочку. Швейцария тоже не совсем прямая демократия. Там тоже институты представительной власти, в Швейцарии высокий уровень федерализации. Там самостоятельность кантонов и значительная часть вопросов действительно решаются на референдумах. Такого аналога больше нет нигде. Я всячески приветствую решение вопросов на референдумах. Но при этом посмотрите перечень тех вопросов, которые могут быть вынесены на референдум в Российской Федерации, и перечень тех вопросов, которые могут быть вынесены на референдум в Швейцарии. Вы можете там решить на референдуме практически любой государственный вопрос. Не совсем все, но почти все. А здесь все, что угодно, кроме вопросов власти. Все, что хотите. Только те вещи, которые не затрагивают вопрос власти. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае мир развивается в сторону представительной демократии, но элементы прямой демократии на уровне местного самоуправления обязательны. То есть муниципальные референдумы по принципиальным вопросам местного значения должны быть частью постоянного тренинга местного сообщества, что в нашей стране пока что, надеюсь, что пока что, к сожалению, отсутствуют. Алексей, да? Алексей, значит, я, к сожалению, не лик радости, застал момент, когда Ассоциация муниципальных образований была еще... Ассоциация муниципальных образований, и реально председателем был Котов, и они спорили с Бланком, и это были такие долгие часы, реально часы, когда выясняли отношения. Прошу прощения, при этом Котов остался жив. Да, Котов остался жив, и, мало того, дальше потом сделал вполне себе успешную карьеру. Он, конечно, не тот Котов, который был тогда, да, но, в принципе, я видел и как бы это самое. Я вот хотел спросить у вас по поводу инструментов омбудсменов и общественной палаты. Как вы оцениваете вот эти инструменты? Алексей, очень хороший вопрос. Омбудсмены в нашей стране стали частью государственного управления, при том, я бы сказал, управляемого государственного управления. Извините за такую тавтологию. Во-первых, само законодательство об уполномоченных по правам, оно так написано, что они без пяти минут вице-губернаторы. Это в законе написано. Это лица, замещающие госдожность, материальное и статусное обеспечение которых идентично замещению государственных должностей заместителя губернатора Псковской области. Так написано в областных законах. Соответственно, это стали очень, на мой взгляд, спокойные рабочие места, где люди фактически никому не подконтрольны. Де-юре они подконтрольны нам, областном и собрании депутатов. Раз в год они даже приходят и отчитываются. Один есть депутат, который задает им вопросы. Не будем смотреться в зеркало. И это очень печально. На самом деле, институт уполномоченных – это очень мощный институт. То, что с ним происходит в нашей стране не только на уровне Псковской области, но и на уровне России. Это очень печальная картина, иллюстрирующая имитацию. Они не государство контролируют от лица гражданского общества. Они контролируют процессы, происходящие в гражданском обществе от имени государства. То есть все поменялось, все встало с головы на ноги. Поэтому сами по себе эти должности очень важны. Если на такую должность приходит независимый человек, который не смотрит на то, что он без пяти минут вице-губернатор, что у него есть материальное обеспечение, да, у него там два-три помощника, там большая проблема с обеспечением их деятельности, но который решает всерьез пользоваться этой должностью. Я думаю, что на следующий раз, когда встанет вопрос о переизбрании, партия политического большинства не допустит избрания этого человека. Поэтому изначально подбираются люди по принципу лояльности и готовности микшировать какие-то уж совсем острые углы и выполнять некие обязательные вещи. Допустим, должен уполномочен по правам человека ездить по местам лишения свободы. Но ездит, мне кажется, господин Шахов не испытывает никакого дискомфорта от посещения этих мест. А должен уполномочен по правам ребенка посещать пионерские лагеря. Ничего не съездить по пионерским лагерям. А то, что у нас полный кризис системы детского отдыха, оздоровления, потом кризис уже не первый год, и альтернативы этой системе нет, то есть ее хочешь не хочешь будешь эксплуатировать ту, которая есть сейчас. Она вся висит на государстве, по сути, частично висит на гражданах за счет оплаты, которой люди вносят деньги за детей. А с точки зрения развития ребенка очень много вопросов есть и как это обеспечено. Но, тем не менее, это получается часть государственной системы, позволяющая микшировать общественное возмущение. По ситуации с уполномоченным по правам предпринимателей я сам до конца не понял концепцию этого института в России, потому что уполномоченный по правам предпринимателей должен говорить одну и ту же вещь. Нормальных условий для ведения бизнеса в России нет. Все. Это отправная точка. И дальше уже вести диалог с государством о создании этих условий. Как вы понимаете, ничего этого нет. Что касается общественной палаты, которую многие из присутствующих называют общественной палаткой ласково. Когда создавалась общественная палата России, в первом и втором созыве администрация президента, понятно, что она фактически формирует состав общественной палаты России, заигрывала с гражданским обществом. Там было 10-15 крупных лидеров, людей, которые могли выступать, включая в присутствии Путина. Все помнят выступление доктора Рошаля по реформе здравоохранения. Да, они нисколько не повлияли на реформу здравоохранения, но он во всяком случае сказал правду. Как минимум несколько раз. А затем стало понятно, что наличие этой площадки, как неподцензурной площадки, влияющей на общественное мнение, не входит ни в какие государственные планы. Была сделана еще одна глупость. На самом деле для общественной палаты были созданы очень хорошие условия работы. Здание на Меусской площади. Сколько там? Три-четыре этажа, я уже не помню. Прекрасный зал заседаний. Возможность запрашивать информацию в органах госвласти. Возможность напрямую работать с правительством и обеими палатами парламента. Изначально задумка была, я бы сказал, не бессмысленная, как сегодня очень удачно выразилась Антонелла в своем выступлении. Но это все тоже атрофировалось и стало имитацией. И вслед за этим региональные общественные палаты деградировали. Если честно, я не знаю, чем занимается общественная палата Псковской области. Вот меня как депутата, депутата областного собрания, я тоже голосую за часть представителей. Вот меня ни разу не приглашали на ее заседание. Хотя общественная палата заседает в нашем же здании. И, собственно говоря, если бы было приглашение, я как минимум посмотрел бы повестку дня. Они являются представителями, на всяком случае так написано в нашем законе, представителями гражданского общества. «Я выполняю представительские функции по отношению к избирателям». Но не было даже приглашений. То есть вот это понимание, что это фиговый листок, оно стало сказываться в том числе на личном составе, на персональном составе общественной палаты. В первом составе у нас тоже были люди. Мы же помним, и какие были дискуссии. В конце концов, наша свободная, полусвободная, относительно свободная и даже несвободная пресса писала об этих дискуссиях, потому что это обсуждали социальные сети, и не реагировать было невозможно. А кто мне скажет, когда было последнее заседание общественной палаты Псковской области? Я не знаю. Что они обсуждали? Я не знаю. Где находится их отчет? Так, чтобы я мог... В свободном доступе, наверное, что-то есть у них на сайте. Там есть какая-то страничка. Но кто ее читает? Это тоже следствие имитации. Вообще, это очень опасный процесс, потому что, когда все живые институты политической жизни уходят в имитацию, то они ищут какой-то другой выход. Просто они начинают искать другой выход. Когда человек не хочет ходить на выборы, он думает, ну как же все изменить? И людям могут приходить в голову, в том числе, плохие мысли. Скажем дипломатично. Еще, пожалуйста. А, нет, я, наверное, исчерпал свое время. Светлана Романовна. У меня не вопрос. У меня не вопрос. Я просто хочу дополнить. Светлана Романовна, я извиняюсь, мы-то все это знаем в лицо, но все-таки вы скажите, кто вы, а то мне даже как-то неудобно. Я Василькова Светлана Романовна, депутат Пустошкинского районного собрания, уже исполняю свои обязанности второй срок. Хотела дополнить просто для молодых людей, вот задают вопросы, и практически все вопросы от молодых людей шли именно финансовые. Почему оппозиция или вот открытая Россия, как ни партия, не помогает какими-то реальными идеалами в образовании, в здравоохранении. Так вот я вам хочу сказать, что у нас структура районного бюджета, из них треть идет на содержание аппарата администрации района. И при этом я одна, то есть могу подать свой голос, там, например, переоспределить, как вы говорите, не параллельные структуры помощи, образованию и здравоохранению создавать, а именно надо в пределах полномочий органов местного самоправления исправлять этот перекос в бюджете только единственным путем, это политическим, то есть идти в депутаты, и чтобы я там была не одна или два наших голоса, а чтобы там было ваши вот эти голоса, как вы говорите, оппозиционные. Чтобы вы там тоже вместе со мной стояли, мои окна уже не выдерживают критики. Во-первых, все время я еще хочу сказать, что постоянно вот это ложь, ложь в информации. Вот сессия в четверг, выносится вопрос 4-процентной индексации заработных плат администрации района. Как это выносится? Вот в голове района-то всего на 38 тысяч, на повышение 4%, а что такое 38 тысяч? Это основной оклад. 30% стимулирующие, 40% начисление сверху, и повышается всему аппарату, а аппарат 27 человек. Это миллион, и никто этого не понимает. Это еще один. Они выходят с нормативов, которые заложены на годовые, на содержание аппаратов, и пишут пояснительную, вы нам дайте, а мы найдем уже источники покрытия этих денег. При этом, вы знаете, дороги, образование, подвоз школьников, все везде не хватает. Ну попробуй я коснись, выйти с вопросом, где-то куда-то перераспределить с бюджета, они будут в 10 голосов кричать, что денег нет. Ну вот, просто я к практическому вопросу. У вас есть еще выступления, вопросы? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Попробую сформулировать свой вопрос. Это касается свободы перемещения граждан внутри нашей страны. Я работаю здесь, в городе Пскове, соответственно, получаю зарплату и плачу налоги. Но я не имею постоянной регистрации в городе. И, соответственно, я не могу участвовать в выборе своего представителя, несмотря на то, что я трачу здесь, в этом городе деньги, из которых тоже идет налог и формируется бюджет. Как вам кажется, эта ситуация может поменяться в ближайшее время? Денис, очень важный вопрос. В 90-е годы в избирательном законодательстве России на всех уровнях было такое понятие «постоянно» или «преимущественно» проживающие на территории. Оно давало возможность голосования людям с временной регистрацией. В первую очередь на выборах в органы местного самоуправления. Затем это было убрано якобы для защиты честности выборов, для того, чтобы лицо, зарегистрированное в одном месте, не могло злоупотребить правом голосования в другом месте. При этом одновременно сейчас в нашей стране повсеместно вводится институт голосования по месту пребывания, где у вас может не быть вообще ничего. Ни постоянной регистрации, ни временной регистрации. Вам захотелось проголосовать за Пупкина. Вы пришли на избирательный участок, предъявили паспорт и сказали «я сегодня здесь». И предполагается, что избирательная система внутри себя электронно коммуницирует совершенным образом. Извещается тот участок, к которому вы приписаны как избиратель, вас изымают оттуда, может на Сахалине. Из списка избирателей, а вы здесь голосуете. Это профанация на самом деле. Вопрос с голосованием лиц, не имеющих постоянной регистрации, это вопрос защиты политических свобод. Он у нас сейчас никак не урегулирован. Вообще никак. Но при всем, вот, скажем так, при всей дикости изменений в избирательном законодательстве в нашей стране, я противник голосования по месту нахождения. Я голосовал против, в том числе, внесения этих изменений в закон Псковской области. Но если говорить о чисто юридических инструментах, и сказать, хорошо, вы вводите институт голосования по месту нахождения. Хорошо. Давайте вернемся к вопросу института голосования лиц, имеющих временную регистрацию. Ну, чтобы хоть была какая-то привязка, потому что есть база данных, миграционные службы, есть возможность централизованной. Допустим, в Псковской области таких 20 тысяч человек их централизованно вносят в базу данных избиркома на соответствующих выборах. И понятно, что вы имеете возможность воспользоваться вашим избирательным правом. То есть, в каждой юридической ситуации и вот сейчас после массовой, по сути, насильственного введения института голосования по месту нахождения, сначала на выборах президента, понятно, с какой целью, теперь на выборах губернаторов, и я думаю, что это пойдет дальше. Но точно так же существует возможность поставить вопрос о праве на голосование хотя бы для начала в органы местного самоуправления лиц, имеющих временную регистрацию. Я могу сказать, для Псковской области и для северной зоны, и для южной зоны это имеет огромное значение. У нас число лиц, имеющих временную регистрацию, это дачники, это московские, петербургские дачники. Точные цифры статистики неизвестны, потому что нет в этой части честного учета статистического. Но, тем не менее, летом население Псковской области вырастает примерно в два раза. Сельская территория не город Псков и Великие Луки, а сельская территория за счет приезжих. Это известно по обороту розничной торговли, он увеличивается по числу обращений в медицинские учреждения, потому что, имея страховой полис на руках, гражданин может обратиться в любую медицинскую организацию. Эти люди тоже, вы совершенно правильно сказали, вы являетесь прямыми или косвенными налогоплательщиками, вы тратите здесь деньги. Соответственно, поставить вопрос о том, чтобы на выборах в органы местного самоуправления лица, имеющие временную регистрацию, имели право голоса, это принципиальный вопрос для всей страны. И, кстати говоря, должен вам сказать, что качество голосования при таком подходе изменится, потому что, как правило, это избиратели, владеющие собственностью, это избиратели Москвы и Петербурга, пенсионеры, которые могут позволить себе приехать на свой дачный участок в Псковскую область, обустраивать землю, обустраивать дом, домовой участок, содержать его. Они, как правило, приезжают в апреле и уезжают, в зависимости от погоды, в октябре-ноябре. То есть, большую половину года они проводят здесь. Большую половину года они сталкиваются с органами местного самоуправления по месту своего проживания. А у нас даже нет их учета. У нас даже нет их статистического учета. Поэтому это очень важная задача. Мне сложно сейчас сказать, насколько можно ее пробить на федеральном уровне, потому что этот вопрос не может быть решен на уровне субъекта федерации. Но если такие правовые возможности откроются, это бы содействовало защите избирательных прав граждан напрямую. Притом этот вопрос должен быть решен для всей территории страны. Он не может быть каким-то экспериментом. Это либо для всех, либо ни для кого. Сейчас ни для кого. Но это очень важно. Действительно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин